Это пятница, это студия Большого Радио, это программа «Три в квадрате» Провожает рабочую неделю и продолжает в каком-то смысле для кого-то, наверное, тоже У кого-то рабочие будут в субботу и воскресенье, у каких-то бедных людей У микрофона Максим Жаравин, помогает мне сегодня Татьяна Илусова Всем добрый вечер Александр Козлова Тоже помогает Алексей Марин помогает нам всем за режиссерским пультом Присоединиться к нашему эфиру, как и прежде, можно позвонив по номеру 450945 Либо написав нам сообщение в Вайбер, Ватсап или Телеграм на номер 8921-0451045 Мы же без долгих прелюдий переходим к новостям Да, всем мы помогаем узнать главное за это дело Важнейшая эта новость дня сегодня, я так считаю, заключается в том, что легендарный Петр Как мы тут его вся ласково называем, Супер Болучев Отмечает сегодня день рождения Человек, который знает все об американском футболе Да простит он мне такое название И даже иногда имеет возможность рассказать о нем вам, дорогие радиослушатели Нас кто-то этим радует за выключенным микрофоном с завидной регулярностью Да, он нам еще в чате шлет видео и фото Мы, конечно, все смотрим, правда? Все новости пересылает Человек с тысячей историй примерно обо всем Что вам даже и не придет в голову порой Ценитель моего исключительного музыкального вкуса Я бы сказала поклонник Поклонник и просто приятный во всех отношениях человек Петр, если вы нас слышите, принимайте наши поздравления От лица всех ведущих Большого радио и программы «Три в квадрате» В особенности Днем рождения Днем рождения, Петр Так, а теперь к нормальным новостям Да подожди, ты сейчас хочешь сказать, что день рождения Петра Болучева Это не нормальная новость? Я думаю, Петр оценит Это новость регионального масштаба Это было поздравление в стиле Петра Болучева Учитывая, где успел побывать в свою жизнь Петр Супер Болучев Это, я бы сказал, международного масштаба новости Да Ну а теперь к новостям Локальным и не очень Бизнес не поддержал инициативу о запрете продажи энергетиков несовершеннолетних Удивительно, акция «Пчелы против меда» не состоялась Представители бизнеса не поддержали инициативу, собственно, о запрете продажи энергетических напитков детям Напомним, ранее депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете, собственно, безалкогольных тонизирующих напитков Причем на территории всей России Сейчас у нас, насколько я помню, эти полномочия переданы на региональный уровень Не точечно, а такие запреты вводиться могут И если мне понять не изменяет, то в Мурманской области такой запрет у нас принят был По крайней мере, я регулярно наблюдаю на кассах в супермаркетах Когда у ребят, выглядящих молодо, в том числе и я Сам себя не похвалишь Спрашивают о документах при покупке энергетических напитков И вот, собственно, тут можно много говорить о необходимости развития демографии Но если при этом не сохранять здоровье тех, кто уже родился То погоне за приростом рождаемости ничего не даст Именно так был принят закон о запрете продажи выпав детям До этого о запрете продажи несовершеннолетним табачных изделий и алкоголей Следующий шаг, это вот как будто бы выглядит логично, да, продажа энергетиков Однако бизнес такую инициативу не оценил Любое предложение по ограничению продажи пищевого продукта Который официально разрешен на пространстве ЕАЭС Должно иметь аргументированное обоснование На данный момент общественности не представлено ни одного полномасштабного исследования Которое бы говорило, что в России существуют проблемы массового негативного влияния Безалкогольных энергетических напитков на здоровье лиц до 18 лет Об этом известием сообщил президент Ассоциации Союза напитки Максим Новиков Эксперт напомнил, что по своим свойствам энергетические напитки практически не отличаются от чая и кофе Имея относительно низкую долю кофеина в своем составе При среднем ежегодном расходе 3-4 литров на человека Совокупный вклад в потребление кофеина не превышает 1% Мы тут долго спорили в среду по поводу вот этой новости, да, по поводу этого запрета И обсуждали как раз, насколько вреден этот энергетический напиток для подрастающего поколения Мне кажется, что это настолько химическая вообще какая-то бурда А Дмитрий Рябов говорил, что нет, вполне себе как кружка кофе Но все-таки эксперты говорят, что можно пить Вреден этот напиток на самом деле одним и самым главным своим компонентом Это сахаром Который там в большом количестве По большому счету, весь вред к здоровью такой существенный Это из-за того, что там содержится много сахара, глюкозы Ну тогда другие газировки тоже надо Да, да, да Стойте, подождите, не только с сахаром Потому что, во-первых, в нем же еще содержится огромное количество Ну, большое количество кофеина Или каких-то тонизирующих историй Я могу, во-первых, эксперты к спирту розни Они очень часто противоречат друг другу Просто есть мнение кардиологов Которые, например, не зря людям с проблемами с сердцем запрещают пить кофе Мне, например, кардиолог пить кофе запретила строго настрого Я себе могу позволить раз в два дня очень слабенький латте И не больше Я несколько раз замечала, что если я выпиваю, не дай бог, два напитка Или выпиваю, не дай бог, вообще американо У меня начинают очищаться пульсы сердцебиения И у меня ощущение, знаете, кому как-либо тревожности, либо влюбленности И это нехорошо Это говорит о том, что нагрузка на сердце повышается Это медицина Это здоровье Опять же, не зря энергетические напитки официально запрещены во Франции, Дании и Норвегии Где они продаются только в аптеках И купить их можно только там И по рецепту еще не больше Нет, не по рецепту Но никакому несовершеннолетнему понятно, что в аптеке его не продадут Слушай, вот я поддерживаю Мне тоже кажется, я не эксперт в энергетических напитках Я их даже толком, может быть, уже давно очень и не пила Но мне кажется, что да, там так разгоняется сердечко, что не каждому Ну тогда и кофе давайте запрещать продавать детям Ну кофе такое, это совсем слабенькое Нет, кофе, во-первых, нужно сравнить историю с балансом То есть ты говоришь о сахаре, я говорю о энергетиках О кофейне То есть это значит уже, что в банке энергетика содержится как минимум перебор с двумя веществами Ты можешь кофе пить без сахара Он будет бесполезен тогда Почему? А можешь варьировать Очень многие люди кофе пьют без сахара А можешь варьировать количество кофеина, разбавляя кофе водой или молоком А энергетик тебе дается в определенной дозировке Которая, может быть, не подходит твоему организму Или он к ней непривычен И в сочетании, которое не балансируется под человеком Я открою для тебя секрет Но когда ты разбавляешь кофе молоком, ты количество кофеина в нем не уменьшаешь Ты меняешь соотношение кофеина на объем Но я могу выпить меньше кофе за счет того, что я выпью То есть я выпью не две чашки эспрессо, я выпью одну чашку латте Это очень сильно большая разница Для твоего организма Для этого существуют маленькие баночки энергетиков Вот фанатов энергетиков, наверное, не переубь Я не фанат энергетиков, я крайне редко Ну вот раз в месяц, может быть А есть эффект какой-то? Ну вот прям ты его чувствуешь? Если утром вообще ни в какую, да То есть не просыпаешься, а тебе с утра, например, нужно сразу быстро включиться Нужно принять контрастный душ То кофе, он скорее всего как раз таки заведет мотор Ты будешь в состоянии тревожности или влюбленности какой-то непонятной Энергетик, при том, опять же, я в целом согласен Я другие исследования тоже читал, что там кофеина-то на самом деле Эту банку не сильно отличается от чашки кофе Но за счет большого количества сахара А сахар, ты говоришь, кофе пьют люди без сахара Я говорю, что это бесполезно, потому что я читал другие исследования В которых говорится, что сахар как раз таки является проводником И катализатором тому, чтобы кофеин начал работать И вот эта вот баночка кофеина с сахаром Она с утра иногда может дать тебе какой-то там буст Слушай, мне кажется, это вообще какой-то рецепт для ленивых Я вот знаю один способ, как разбудить оба свои полушария Я тебе в рекламную паузу обязательно покажу Нет, вообще, нет, правда, можно по-разному просыпаться Можно по-разному бодриться Просто это такая... В 2023 году москвича нашли мертвым После 15 выпитых банок энергетики А после 15 чашек кофе, что бы с ним стало? Мне бы очень интересно Это марафон, как бы эксперимент, который может быть проведен Но, понимаешь, вот опять же, 2023 год Школьник в Крыму умер после выпитого энергетика Одна банка Какое было здоровье у этого школьника? А какой был энергетик в руках у этого школьника? Так вот, это то, о чем я говорю Почему нельзя допускать, чтобы любой ребенок, подросток Мог купить эту банку или не одну и выпить ее Потому что, ну, как бы дети, а подростки Это, как что ни говори Вот многие из них ведут себя как дети У нас вообще многие взрослые ведут себя как дети Но конкретно здесь, возможно, я сейчас брюжу И кто-то скажет, что я не права Но они же действительно, если у них есть доступ ко всему Они все это используют не в тех количествах Не по назначению То есть, как бы... Ты представляешь себе, сколько всего тогда нужно запретить Что подростки используют не по назначению? Я тоже за Я присоединяюсь на лавочку, на которой Саша сейчас сидит и брюжит Я тоже считаю, что нужно контролировать На Кузбассе семиклассник умер после употребления энергетикой и вейпа Вот пока мы читаем такие новости, это значит, что это нельзя оставлять доступным Детей запереть дома, в комнате желательно Как человек, который прыгал с гаража в сугроб в своем детстве, ел муравьиные попки, смолу и гудрон Вот видишь Я все понимаю Я однажды на спорт съел 50 березовых листьев и остался жив Можно об этом новость, пожалуйста, написать? Ты очень рискованный парень Никто не написал Ты опасный человек Ты опасный человек Ты опасный человек, она из головы выросла береза такая Понятно Коль уж Саша заговорила о вейпах, то давайте мы продолжим эту тему обсуждать Правительство планирует запретить добавление ароматизаторов в жидкости для вейпов Как сообщает коммерсант, авторы инициативы ссылаются на международные исследования, которые показывают, что для подростков, этих бедных, несчастных детей, которым все хотят запретить Татьяна и Александра Так вот, для них вкус вдыхаемого аэрозоля является главным фактором выбора электронных сигарет Я открываю статистику Несовершеннолетние любят вейпы со вкусом конфеты, жвачки, кофе, которым тоже хотят запретить, ментола и вишни А вот взрослые потребители предпочитают жидкости со вкусом табака Не знаю дневного взрослого, который предпочитает жидкости со вкусом табака Цель такого радикального запрета и сокращение потребления и распространения никотин, содержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи, сообщается в пояснительной записке к документу Авторы поправок, это представитель Госдумы Вячеслав Володин и более 400 депутатов всех фракций Напомним, ранние депутаты Госдумы разработали законопроект о полном запрете розничной продажи без никотиновых и никотиновых вейп Интересно, кто-то из них употребляет вейпы с вишенкой Я думаю, что там примерно половина депутатов так или иначе занимаются подобными вещами Знаете, что раздражает, что в этих новостях, вот каждый раз мы читаем, что запретить это запретить И вот так мало пропаганды, ну то есть мы проще запретить поставить забор, чем рассказать, почему это вредно Вы только что детей хотели заперить дома, я напомню Не заперить дома, Макс, давай не перекашивать Нет, я, кстати, про эти, про напитки я тоже считаю, что у нас мало пропаганды Никто не объясняет Ну, как бы, что с этим делать Опять же, это все как бы же еще снимается на видео Это вся история крутости, модности Когда мы учились в школе, ну вот, более младшее поколение не берем, Таня Когда мы с тобой учились в школе Более младшее Поговорим с тобой об этом Было модно курить за школой, понимаешь, как бы И это тоже считалось признаком крутости А я тебе скажу вообще дикую вещь, абсолютно дикую вещь Ты курил за школой? После того, как ел березовые листья? Да, 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 да Или наоборот закусывал, чтобы не пахнул? У нас была настолько, значит, я в Бурмашах, да, родился и вырос Учился, соответственно, в Бурмашинской школе В какой-то очень непродолжительной Я не понимаю, как такое вообще произошло Но в какой-то очень непродолжительный период времени У нас в школе была официальная курилка Как фантастика Один из черных ходов Сухая Бурмашинская школа Да, и там была курилка для старших классов Чтобы они не курили на переднем крыльце Потому что все выходили настолько в нагло курить на переднем крыльце И все старшаки курили на парадной, по большому счету Чтобы эту позорную картину убрать И у нас в свое время сделали официальную курилку Вот это подход А воспитательный Но потом, видимо, кто-то пришел и сказал Ребята, что совсем тю-тю И эту историю, конечно же, прикрыли И курилка тю-тю И курилка тю-тю И с крыльца гонять стали чуть более активно И потом уже мы начали курить за школой Ну, как бы да Ну, а мы напомним, что курение, табака Да, так же, как и употребление энергетиков Может привести вашему здоровью Что же касается, возвращаясь к новости про вейпы Не зря очень многие называют вейпы Детскими сигаретами Вот я несколько раз слышала и видела в СМИ это выражение И оно не зря появляется Потому что, да, вот эта вот вкусно пахнущая Ароматизированная история Это же, по сути, да Подается как безвредный аналог взрослой сигареты Как конфетки, да? Подается Что-то сладенькое, вкусненькое Это передается, в первую очередь, не как безвредные А все-таки, когда отказ от классических каких-то сигарет Там все равно менее вредные, скорее, преподносится Ну да, да, менее вредные, но тем не менее Но на самом деле, вот мне еще поражает Что каждый раз, когда мы читаем новости О том, что тут вейпы запретить Вейпы там еще что-то отменить Каждый раз, ну не каждый раз Очень часто попадается фраза Что нет еще твердого подтверждения О том, что это вредно для здоровья Так вы уже разберитесь, черт возьми Докажите, что это вредно Проведите исследование Ну, помимо того, что, опять же, мы читаем в новостях Потому что я открыла статистику Я люблю это дело Лето прошлого года Апрель 23-го года Российский школьник умер после курения вейпа Июнь 2023-го года В Саратове умер подросток, попавший в реанимацию После курения вейпа в компании друзей Август В Москве подросток умер, покурив вейп в горячей ванной А такие новости про взрослых Можно узнать и статистику? Ты знаешь, наверное, можно Но просто дети, это возвращаясь к энергетикам Понимаешь, взрослый человек, который с утра не может проснуться Он выпьет одну банку энергетика Пойдет на работу и все Дети вечером сидят с этим энергетиком с пакетами Вот, например, я в славном городе Рыбинске, который я не люблю Видела несколько раз, как они сидят Вот просто с пакетом этих банок И сидят и пьют целый вечер И так же безостановочно тянут эти вейпы То есть ты не представляешь себе, сколько банок он выпил Сколько он потом этих дудок выкурил И с чем он в итоге попал в реанимацию Если в случае с энергетиками Я хотя бы понимаю логику То есть ты не можешь контролировать ребенка Давайте запретим ему это продавать Я не согласен, но ладно, я хотя бы понимаю логику Но в случае, например, с жидкостями для этих курительных устройств Почему надо лишать всех остальных Только каких-то прелестей этой жизни Только из-за того, что у вас там дети не могут разобраться Или родители не могут разобраться Нет, я считаю, что это тоже должно быть строго с 18+. Так оно и так с 18+. Только ты видишь А вот, ты понимаешь, запрещай, не запрещай Это вопрос контроля И плюс действительно разобраться, что там вообще, как это влияет на организм Вдруг это вообще, я не знаю, там потом Как в мои годы говорили А, курите сигареты, у вас потом дети зеленые будут Я не знаю, что нужно говорить этим Что у них там потом будет и важно ли им это Ментоловые, вишневые дети Дети, которые слегка пахнут жвачкой Со вкусом бубль-бум, да Ну, то есть это всегда вообще вопрос всех вот этих вредных привычек Это всегда в первую очередь работа в семье То есть то, как родители там, да, объясняют Да Если нельзя, то почему нельзя Не просто дал по рукам там, да И грозишься там руки перцем намазать Отрезать губы или что-нибудь там еще Рот с мылом помыть Рот с мылом помыть То есть, ну, как-то, наверное, в другой форме Опять же, мы все с вами были детьми когда-то Да, и нам ничего не помогало Абсолютно Ну, то есть и почему мы считаем, что сейчас вот эти запреты Как-то какую-то существенную ситуацию улучшат Запреты не улучшат И опять же, сейчас в брызжании можно меня вполне себе обвинить Я даже спорить не буду Я считаю, что дети современные, они очень сильно отличаются от нас У них больше возможностей У них больше возможностей, они ими не пользуются У нас было больше навыков для, вплоть до навыков для выживания То есть мы качественно по-другому воспитывались У нас было меньше возможностей У нас было меньше из чего выбирать Да, но за счет этого мы как-то больше реализовывались, больше приспосабливались Понимаешь, я когда смотрю на современных детей Мне кажется, что вот там ребенку 14 лет А с ним разговариваешь, кажется, что ему 11 А бывает наоборот А бывает наоборот, но очень сильно редко Редко, я согласен Вот, поэтому вот к вопросу о том, что нужно разговаривать с семьей Безусловно, и, наверное, родители сейчас меньше времени детям уделяют Все в работе Да, поэтому, безусловно, одним запретом ничего не решить Ни на каком уровне Причем не на уровне вейпов, на уровне книг, которые запрещаются в фильмах В которых блюрится история сигареты Это дичь и глупость Еще видеоигры у нас очень любят обсуждать Ну, погоди, я видела Да, беломорь Этот волк беломорь Уже заблюрены сигареты? Да, да, конечно Вот, поэтому Нужно искать другие подходы к истории с детьми Собственно, есть тут один подход Возможно, я даже успею про него рассказать В России разрабатывают курс для старшеклассников по подготовке ко взрослой жизни в семье Росейский институт изучения детства разрабатывает курс для старшеклассников и студентов колледжа Который бы давал молодым людям знания о том, почему они должны готовиться к взрослой жизни в семье Это связано с тем, что молодежь все меньше заинтересована в заключении брака или создании семьи с детьми Напомним, собственно, этот институт, он провел исследование ценностных ориентаций молодежи. В нем приняли участие почти 800 тысяч человек, среди которых были школьники 8-11 классов, учащиеся в колледжи, студенты, родители и педагоги. Семейный и подростковый детский психолог Лариса Кононова рассказала известиям, что сейчас почти не встречает подростков, которые были бы семейно ориентированы. Они говорят о своих профессиональных планах, чего хотят достичь, а тема будущей своей семейной жизни находится в серой зоне. Еще лет семь назад подростки говорили, что хотят семью и детей, думали, как быстрее съехать, собственно, от родителей в самостоятельную жизнь. Сейчас же довольно много подростков, которые говорят, что не хотели бы отделяться от родителей, при этом многие из них ментально находятся в какой-то растерянности, летают в облаках и думают о каких-то отдаленных от реальности профессиях, рассказала Лариса Кононова. Ну, нет, если такой курс ведут, мне кажется, будет полезно. Почему нет? Тут же будут работать и психологи, да? Я не знаю, что она объясняет. Нет, мне кажется, это очень полезно, потому что даже подготовка к материнству, почему нет? Нет, подожди, просто меня смущает то, что здесь... Их смущает только та история, что дети не хотят семью заводить и плодиться. А хотят работать, да, хотят работать. Ну, это так себе проблема, я вам скажу. Почему? Ну, потому что плодиться и размножаться, это все-таки инстинкт, который рано или поздно нахлобучит. А получить хорошую специальность, работать, приносить пользу обществу, я не знаю, какие-то патриотические вещи, вот это все где? А я чисто инстинктивно объявляю рекламу на Большом Радио. 45-09-45, телефон нашей студии. Если вам есть что сказать по поводу вейпов, может быть, не знаю, энергетиков или материнства с ранних лет. Воспитание детей, внедрение во взрослую жизнь. Внедрение прозвучало как вставление, как вставить в взрослую жизнь. Просто у нас за эфиром же продолжался микродиспут на заданную тему, и у нас просто разные восприятия последней новости по тому, чему стоит учить детей, подготавливать к взрослой жизни. Давайте напишем книгу в тройном соавторстве, как внедрить ребенка во взрослую жизнь. И там будет история, где Саша, значит, запрещает вообще все. Подожди, да, ну мы же не про это говорили. Просто, понимаете, вот раньше история с тем, как детей учили жить, была только для выпускников детских домов. И у нас, кстати, было обсуждение, но правда очень давно, в этой же студии, когда мы говорили о том, что появились квартиры, которые симулируют для подростков, выпускников детских домов, взрослую жизнь. Потому что они вообще не понимают, что происходит. Какие? Грубо говоря, да, потому что они, учитывая, что им накрывают стол в детском доме, стирают одежду, еще что-то, они вообще не понимают, как это все работает. Но как бы я вот сейчас просто сталкиваюсь с историей, когда и домашние дети не понимают, что как работают. Потому что родители им этого не объясняют. И они не понимают, то есть ладно, в магазине там они еду и еще что-то купят, если у них есть деньги, но вот, например, коммунальные платежи — это темный лес. И вот я же привела пример, у меня тут барышня знакомая, маминой подруги, дочка, которая 25 лет, которая позвонила мне, потому что она не смогла платить коммуналку, несмотря на то, что мама ей вроде все объяснила, оставила в блокноте инструкцию. И у человека вопрос, почему нужно платить за воду, которая течет в моей квартире. Слушай, ну а зачем готовить еду, если ее можно положить в микроволновку и разогреть? Нет, ну опять же. Эти хотя бы ходят по магазинам, более как бы актуализированы, более социализированы, но факт остается фактом, у них нет понимания о своих правах, обязанностях, о ЖКХ, оно вообще-то, в принципе, это очень сложная история. Слушай, придет время научиться. А кто это должен делать? То есть это должна, опять же, это история из семьи или вот какой-то курс в школе это должен быть? Нет. Потому что для меня, ну, курс в школе это странная вещь, вот в такого плана. Вот то, что я говорю, это, безусловно, семья, но просто если у нас собираются рассказывать детям о том, что нужно заводить семью, но при этом не учить их каким-то, я не знаю… Финансовой грамотности. Да, финансовой грамотности, например, да, опять же, еще каким-то вещам, это странно. Я думаю, что это будет все входить в курс. Это такое ощущение, что у нас сейчас все в стране заточено на демографию. Да, причем еще, наверное, лет 10 назад, вы, наверное, помните, у нас все было как раз-таки про профориентацию, что с ранних лет можно на какие-нибудь там пойти курсы, там, по программированию, по робототехнике, еще чего-нибудь. Мы готовили специалистов очень заранее. Вас всех 10 лет назад готовили к тому, чтобы ты уже мог там максимально рано начать работать, зарабатывать и строить карьеру, а теперь нас всех готовят к тому, чтобы ты максимально рано мог начать там рожать, воспитывать детей, стирать пеленки и заниматься прочими вот этими вещами, которые укладываются в наши скрепы. Очень странно, но... Я всем люблю рассказывать все свои базовые, так сказать, навыки этикета, там, из серии, как там в ресторане, что, чем кушать, как там... Че, чем кушать. Это очень важно. Че, чем кушать. Че, чем кушать. Как пододвигать там стул. И кушать, это отвратительное слово, которое применимо только к детям, и во фразе кушать подано. Мы про детей говорим, так что можно. Выкрутился. Вот, как там стул женщине этот двинуть, придвинуть, вот эти все прочие обходительные истории. Обожаю слово. Да ужасное слово «женщина». Нет. Я все вот эти базовые знания узнал на уроках английского языка. То есть нигде нам там не рассказывали про этикет, ну, ни в семье, там, ни на других каких-то уроках, там, в школе, ни на других любых, не знаю, на каких уроках можно рассказывать про поведение и этикет. На английском языке изучил все эти вот истории. А, ну, то есть там приборишься, вот это на английском. Хотя, по идее, вот эти все этические вещи, например, девочкам могли бы рассказывать на труде. То есть суп нас научили варить, а как бы вот… А как его подать правильно и чем кушать? Я даже не в подать. Вы варили суп на уроках труда. Да, мы варили суп на уроках труда. Мы варили суп, пекли печенье. Я пил доски на уроках труда. Так, а мы потом мальчиков всегда угощали. Мы тоже всегда мальчиков… У нас девчонки пекли печеньки и ничем не угощали. Блин, кем? И потом кидались мальчиками. Надо им написать всем, что… Да, 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 рассылка по чату выпускников. Что это было, где мои куличики? Нет, на самом деле, да, и на самом деле, опять же, этикет – это какая-то история, которую тоже хорошо бы внедрять в головы, потому что это же элементарное воспитание. Мне кажется, вообще об этом никто не думает сейчас, ни про этикет, ни про какие-то ложки вилки. Каждый день, да? Нож, а зачем нож? Сосиску можно руками. Ее можно откусить, ты не поверишь. Поэтому вот как-то все хочется в комплексе, а у нас все как-то сужается и как-то вот по мере возможности решается. Такое ощущение, как будто долгосрочного планирования на уровне вот этой государственной опции нет. Очень хочется увидеть программу курса, короче. Да, очень много у нас пока догадок, как это все будет выглядеть. Ну, пожелание высказали, но хотелось бы, конечно, поподробнее понимать. Поскольку, то есть, это только курс, он разрабатывается, и разрабатывается институтом, тут вопрос внедрения. То есть, мне кажется, скорее всего, это будет какая-то, может быть, там, пилотная история в отдельном выбранном образовательном учреждении, где ее как-то пробируют, и, мне кажется, вряд ли это будет какая-то очень мегаобычная школа, какой-нибудь, может быть, там, лицей суперэлитный или еще что-то такое выберут, где это можно было проверить. Мне классно, если подключатся какие-нибудь, опять же, психологи, будут объяснять устройство, межличностных отношений, не знаю, между супругами. Почему нет? Ну, то есть, как-то заранее проговаривать какие-то вот эти опасные моменты. Вот восьмой класс. Какие межличностные отношения в восьмой классе? Нет, ну, я просто, ну, я пытаюсь помнить себя в восьмом классе, а я о чем не думал. В восьмом классе думаешь о семье? Нет. Ну, про отношения ты уже думаешь. Почему? Нет, ты думаешь не про отношения, восьмой классе. Нет, ну, разные отношения ты думаешь. Ну, это не те отношения, которые ты думаешь. Ну, то есть, восьмой классе там прикольно. Это не те отношения, которые принесут пользу государству. Да, абсолютно. Они даже и тебе как участник. Это только для личного развития. Там что, как работает вот это вот все? А почему нет? Нам объясняли, кстати, в школе. Все тоже получат, не все. Да-да-да. А ты почему так убеждаешь, как будто я сейчас спорю с вами? Нет, ты просто как-то так взялась серьезно, что типа в восьмом классе, ну, правда. Нет, я просто считаю, что зря мы сейчас закидываем камнями вот эту программу и предложение. Мне кажется, что-то хорошее должно из этого выйти. Но все равно какая-то подготовка ко взрослой жизни в том или ином виде. Ну, то есть, это все будет дорабатываться, конечно. Это же пилотный проект. Мне кажется, неплохая идея. Чего? Сразу хейтите. Я, конечно, не разделяю, но это мнение, которое умеет мне с тобой. Я сегодня добрый полицейский. Понятно. Но на лавочке мы с тобой вдвоем сидим в режим. Как я уже говорил сегодня к вам, дорогие коллеги и дорогим нашим радиослушателям, важнейшая сегодняшняя новость состоит в том, что многовожаемый мной Петр Болчев родился в этот день. Супер Болчев. И мне хочется думать, и я буду верить, что именно по такому случаю 17 мая 1975 года, то есть через 13 лет после рождения Петра Супер Болучева, группа TNCC выпустила свой самый успешный сингл «I'm not in love». Это одна из величайших любовных баллад в истории. Невероятная по звуку баллада, в которой звучат более двух сотен голосов, наложенных друг на друга словно ангельский хор, заняла второе место в американском поп-чарте, возглавила британский хит-парад и вдохновила британское синтепом-движение начала 80-х. Красота. Вокалист и клавишник группы Эрик Стюарт вспоминал, как однажды утром осенью 1974 года он завтракал со своей женой. В какой-то момент она спросила, почему он больше не говорит, как сильно любит ее. К тому времени они были женаты уже 10 лет, и Стюарт ответил, что если я буду говорить тебе это каждый день, то слова потеряют значение. И женат сказал, что это не так. После завтрака Эрик Стюарт пошел в гостиную, где у него были рояли и акустическая гитара, и начал писать песню, в которой можно было бы сказать «Я люблю тебя», не произнося этой самой фразы. И у него это получилось с помощью ловкой игры слов и смыслов. Главный герой утверждает, что не влюблен, но при этом все его действия и мысли говорят об обратном. Какова милота. Когда песня была готова, Стюарт посмотрел на нее и сказал, какого черта мы натворили. Композиция длится более 6 минут, и значит шансов оказаться на радио у нее практически не было. Но после релиза на альбоме продюсеры стали требовать выпустить ее в качестве сингла, а после попадания в чарты BBC пришлось поставить ее в эфир. Но они просили несколько сократить песню, на что Стюарт ответил, а вы бы и попросили Моцарта сократить симфонию номер 4. Без цензов и сокращений с песней о любви без признания в любви группа от НСС звучит на большом радио. Я думаю, лучше поздравления с днем рождения у Петра сегодня уже не будет, так что можно спокойно продолжать заниматься новостями. Депутат Заксобрания Карелии на заседании назвала правозащитницу курицей. Глава Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике законодательного собрания. Комитета по культуре, да. Сразу анекдот про прачечную вспоминается. Галина Гореликова зовут эту женщину. На заседании назвала курицей председателя правления организации за Онежье Валентину Сукотову. Надеюсь, что правильно сделал ударение ее фамилии. Поведение депутата Гореликова, считай, недопустимым. Извинения она не принесла, а из-за чего разразился конфликт, мне непонятно сообщила. А нам звонят. Здравствуйте. Здравствуйте, мои юные друзья. Спасибо вам за поздравления. Обещаю вам отонстить аналогично. Очень рады слышать вас, ваш день рождения. И еще раз желаем вам всего-всего, много-много исключительно хорошего. Ощущаю себя как те, кто звонит на радио и просит поставить песню для любимой жены, которая сидит со мной рядом. Петр, мы угадали. Никогда не понимал этих людей, себя теперь чувствую на их месте. Ну, в принципе, неплохо же. Нет, правда хорошо. От души, Петр, от души. Спасибо, ребята. Всего доброго с днём рождения еще раз. Итак, вернемся к новости. Курицам к нашим. Собственно, она пояснила, госпожа Сукотова, пояснила, что пришла по делу, а не за милостыниц. Это, значит, цитата, организацию за нежей беспокоит судьба памятников. Депутата могла возмутить, что общественница села за стол рядом с министром, предположила она. Но всегда так и сидели, причем я попросила разрешения, где можно сесть, добавила Сукотова. Горелька уже написала на странице ВКонтакте, что сама от себя такого не ожидала. И не оправдывает себя, и считает такое выражение неприемлемо. Приношу свои извинения всем, кого не могли объединить, написала министр своей. Всем, кроме женщине, которой она не перезвонила. Я зарылась и нашла подробности. Не зарывайся. Статистику сколько раз назвали. Я нашла даже видео с этого заседания. В общем, проходило заседание по защите, то есть был комитет по защите памятников Карелии. На фоне какой-то даты, которую собираются отмечать. В стенах ЗАГС собрания собрались общественники, политики, чиновники. И, значит, мероприятие уже начиналось. На трибуне сидела госпожа Гореликова, и микрофон был включен. И трансляция уже шла. И в этот момент общественница пришла и села на место, которое действительно занимают депутаты и члены Карельского правительства. Но она действительно, то есть по видео там видно, что она обратилась к сидевшей рядом женщине, там министра или кто-то, я так понимаю, и потом присела. Но в этот момент Галина Гореликова буквально прошипела следующую фразу. Назад здесь депутаты сидят и правительство. Это вообще просто бесит. Назад надо было эту курицу. И дальше, собственно, началось мероприятие. То есть госпожа Сукотова узнала о том, что она курица гораздо позже, когда... Пересмотрели трансляцию. Трансляцию моментально грохнули. То есть как бы ее не было. Но видеозапись выложил в интернет. Депутат Петросовета разместил именно этот кусочек в своем телеграм-канале. И дальше понеслись комментарии от пользователей о том, что это недопустимо, это ужасно. И прошли сутки. И господа Гореликова действительно повесила у себя извинения. Уважаемые друзья, вчера перед началом заседания комитета произнесли недопустимые слова. Заседание комитета для меня, как для его председателя, это всегда волнительное мероприятие. Это всегда эмоции. Очень переживала, как пройдет комитет. Сама от себя такого не ожидала. Ну, что, молодец. Главное вовремя повиниться, я считаю, не молчать. Нет, оскорбленной женщине, оскорбленному общественному деятелю она не перезвонила. То есть если бы она еще вот в этом посте, где она публично покаялась, сказала, я уже позвонила, попросила прощения, пригласила на заседание следующего комитета и сделала кресло с табличкой, вот тут... А тут вроде бы извинилась как бы перед непонятно кем. Я тоже хотела сказать, что она извинилась перед всеми, кроме той женщины, которую она назвала курицей, да? Это было извинение ради извинения, а не извинение ради того, чтобы... Осознание, что ты был неправ. Не все умеют извиняться. Не все умеют извиняться. Как раз вот, может быть, на курсах в школе научат правильно извиняться. Ну, вот вопрос, да, то есть как бы понятно, что эмоции, понятно, что зашкаливает. Вообще, как бы представляешь себе, что вообще эта женщина говорит про других людей, когда она не у микрофона, не на трибуне, причем это председатель комитета по культуре. А тут это просто всплыло в публичной плоскости. Я, значит, ну, насколько я понимаю вот из содержания ролика, то есть она не напрямую обращалась к этой женщине, то есть она просто так попала, что в включенный микрофон сказала слово курица. А я вспомнил нашего господина министра иностранных дел Лаврова Сергея, который однажды тоже попал под прицелы. Который однажды с очень четкой артикуляцией. Артикуляцией, и все было очень хорошо слышно, да, и тоже, так сказать, нелицеприятно высказался о ком. Ну ладно, все мы люди. Мне кажется, что вот если женщина шла по улице и о что-то вспоткнулась, ну, логично, какое слово у нее там выскочило. Там у нее взгляд вспоткнулся о правозащитницу, я так понимаю. Ну, как бы ладно, с эмоциями не справилась и извинилась. Ну, тут да, надо было все-таки лично, потому что она же в ее адрес произнесла. Ну, тут да, тут косяк пиарщиков. А с другой стороны, как бы вот, давайте разберем слово курица. Насколько оно обидно? Вот когда в таком контексте обидно. Ну, это как водителя оленем называть, например. Нет. То есть все же все понимают, но вроде олень, не олень. Обезьяна с гранатой вот эта любимая на женщину говорит. Ну, слушай, нет, ну, если когда человек что-то там, я не знаю, заходит, роняет, или там какой-то создает суету или еще что-то, а тут человек подошел, поздоровался с тем человеком, рядом с которым он сел, сказал, простите, можно ли я здесь сяду? Ей сказали, можно, она села, и человек на трибуне на абсолютно как бы вот вежливую цепочку событий называет ее курицей. Курица. Курица. Обидно тебе? Обидно. Хотя, с другой стороны, у меня тут была история, когда я стояла, ждала в севкабельпорте свою подругу и просто наблюдала, как она два раза мимо дверей, около которых я жду, прошла мимо меня. Как ты придумала ее обозвать? Я ее назвала похожим словом, и то есть в какой-то момент она звонит мне и говорит, я не понимаю, где ты. Я говорю, голову поверни, кура. И она в этот момент... Слепая. Ну, я хотела, давай, но в этот момент на ступеньках поднимались две барышни, и одна мне так глядя сказала, ну, обидно же ей, наверное, говорю, нет, вы посмотрите на эту куру, говорю, она два раза прошла мимо, и мы стоим и ждем мою подругу втроем уже, обсуждая историю как бы, и подружка когда поднялась, я говорю, мы тебя тоже делегация ждем. В общем, мы все посмеялись и разошлись. У подруги моей не обидно было, я уточнила. Слушай, ну тут как бы дружеские отношения, и понятно, можно что угодно сказать, еще и похлеще можно друга как-нибудь назвать, ну, шутя. А тут официальное мероприятие. Да, и чиновник, что недопустимо вообще. Да, тут есть как бы этика. Техника подвела, потому что она не обращалась к ним. Не подвела, она подставила. Подставила буквально. То есть она же, ну, я сколько понимаю, правозащитность так и не услышала же этого, то есть получается, что адресат не получил послания, вот, и, то есть, ну, как бы, фактически, оскорбления как такового не было. Много всего нового узнала потом, пересмотрев трансляцию. А за то, как люди вступились за общественницу в комментариях. А вот мне интересно, как себя во всем этом теперь чувствует депутат, который такая ябита выложил кусочек видео у себя в тележке. Не, а там какая-то подпись была, то есть чем сопровождал-то депутат? Ну, я не заходила в телеграм-канал, я просто знаю, что там была подписана в новости, которые я читала, что именно он выложил именно фрагмент, и именно вот этот фрагмент. Поэтому понятно, что он хотел обратить внимание на ситуацию. Короче, какая-то корпоративная этика должна быть, да. Безусловно. Как это, за базаром следить надо. Фильтровать, фильтровать, точно. Вот правозащитники, которых курицами не обзывают, предлагают делать перерасчет за услуги ЖКХ, который оказывается недодвижащим качеством, собственно. Правозащитники обратились в Минстрой Российской Федерации с инициативой об автоматическом перерасчете за услуги ЖКХ ненадлежащего качества. Как показал опрос Международной конфедерации общества потребителей, почти треть россиян заметили ухудшение качества жилищно-коммунальных услуг за последний год. Такой результат считают закономерным, поскольку раньше в этой сфере был федеральный надзор, а сейчас все перешло на местный уровень. В результате получается, что качество услуг ЖКХ контролируют службы, которые подчиняются местным властям, которые, в свою очередь, эти компании и учреждают. Очевиден конфликт интересов. В итоге потребители чаще всего получают ответ на свои обращения и жалобы от писки, сообщила известием юрист Конф.Оп Диана Сорк. Именно участившиеся факты неудовлетворительной работы ЖКХ, уверена, она остро ставит вопрос перерасчета платежей в меньшую сторону в периоды, когда жильцы не получали услуги в полном объеме. Поэтому, собственно, общественная организация обратилась в Минстрой с предложением дополнить правила предоставления коммунальных услуг пунктом, предполагающим автоматический перерасчет платежей при оказании услуг ЖКХ ненадлежащего качества. Для внесения изменений в правила нужна только политическая воля и больше ничего, сказала Диана Сорк. Мне не хватило в этой новости, более того, я потом ее смотрела, искала на различных ресурсах, как информационный повод. Я пыталась понять, что у них здесь имеется в виду под ресурсами ненадлежащего качества. То есть если у меня, например, течет недостаточно горячая вода, и мне приходится пропускать воду, прежде чем она... Вот это услуга ненадлежащего качества или нет? Ненадлежащего. В моем, как говорится, человеческом, абсолютно гражданском. Подтверждение вот этого всего ни на юридических, ни на каких опусах, ни на чем я не нашла. Если у меня батареи чуть теплые, это... А знаешь, в чем проблема? Проблема вообще, как у нас система ЖКХ работает в стране. То есть проверить, проконтролировать, что у тебя недостаточно горячая вода или недостаточно теплые батареи, можно было бы только в том случае, если бы у тебя стояли входящие датчики и счетчики. А у нас температура замеряется на выходе из, собственно, теплоцентрали, водоканала и еще откуда-то еще. То есть неважно, как ты дома подкрутишь... То есть неважно, что доползло до твоего дома, важно, сколько вышло со станции. Поэтому это здесь... Так же, как мы хотим платить меньше за отопление, но тогда нужен счетчик, входящий тебе на квартиру. А ты это сделать не можешь, тебе подают и подают. Тебе по площади рассчитали сколько? Хочешь пользуйся, а хочешь нет. Да, платить все равно будешь. Да, все равно придется. Олег нам пишет оскорбление не только в курице, а в той фразе, что куда ее посадили, вот туда надо было у входа на краешке стула. Ну да, да, кстати. Тут еще позиционирование на место, да, вот как бы указали человеку на место. Да, если мы вернемся, опять же, к обсуждению некачественно оказанных услуг именно коммунальных, то здесь вот мнение граждан и мнение чиновников или мнение ресурсников, они очень сильно расходятся. Я как гражданин считаю, что если у меня половина мусора раскидана вокруг мусорной площадки контейнерной, то это услуга коммунального ненадлежащего качества. Вода, да, как бы если она желтая, с песочком холодненькая, ненадлежащего качества. Но когда мы начинаем все это выяснять, то выясняется, что вроде как никто не виноват, и никто за это не отвечает. Поэтому прекрасная история про перерасчет. У меня вопрос всегда. Правозащитники, вы что-то предложили. Как вы видите механизм? Я думаю, что в наших российских реалиях единственная ситуация, при которой реально получить перерасчет, и, в общем-то, такие примеры есть, по-моему, даже и в Мурманской области получались. Причем солидные перерасчеты могут быть, да. И в России это истории, когда происходит буквально фактическое отключение какого-либо у тебя ресурса, будь то воды, либо электропитания. Когда у тебя не просто некачественная услуга, у тебя ее просто нет. Тогда тебе сделают минус за этот день, за который бы ты им заплатил. Ну, это как недавно была. Помните авария? Сколько? Больше 300 квартир. В Североморске? Нет, в Мурманске, когда отопление-то отключили. Но у меня в том числе не было. Да, и там ТЭЦ сразу говорили, что будет перерасчет. Да, прислали сообщение, что будет перерасчет. То есть это ситуация, в которой есть понятное лицо, есть понятная услуга, которой нет. И есть как бы как посчитать какая-то метрика. А вот температуру воды... То есть когда много человек страдает, перерасчет будет когда-то один, придется бороться. А тут просто когда ты жалуешься на желтую воду, да, как жители Ленинского округа долгое время, они к тебе приходят и начинают тебе рассказывать про мутность и цветность. Да-да-да, и про систему там, как у тебя устроено отопление. Да, и у них целая там шкала с вот этими вот маркерами, что вот она, ну, цветность, она на самом деле в пределах нормы. А еще стакан не тот налили, да? Стакан, возможно, не тот налили. Потом как бы они там ставят какие-то там фильтры, еще что-то, они забиваются, все начинается сначала. Или, например, как при подключении у нас жители улицы Орликовой получают песочек, летят стиральные машины, все на свете. Тоже услуга... Да, на Абрамысе сколько лет беда такая с мутной водой. А у нас исключительно надлежащего качества реклама на Большом Радио. Будьте как Петр и Олег, звоните нам по номеру 450945 и пишите нам в СМС, либо в Вайбер, Телеграм, Ватсап, номер 8921 0451045. Мы же продолжаем обсуждать новости. В Госдуме высказались о судьбе маленьких студий в России. Запрет на строительство маленьких студий в России невозможен, считает заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Об их судьбе она высказалась в разговоре с Лентой РУ. Маленькие студии... Меньше 17 метров. Маленькие студии появляются в связи с тем, что у людей есть спрос и недостаточно денег на покупку большей квартиры. А поскольку строительные национальные показатели никто не отменял, то вот продолжаем строить в том же темпе, сказала Разворотнева. Депутат отметила, что поскольку жилье дорожает, спрос не растет, а льготная ипотека практически заморожена, застройщики ищут способы, как удешевить продукт, в том числе за счет уменьшения квадратных метров. Если ребенок, опять дети тут у нас, выходит из семьи, начинает зарабатывать и может позволить себе маленькую квартиру, то уж лучше ее, чем больше, чем ничего. Потом он обзаведется семьей, продаст маленькую квартиру к другим маленьким, кажется, детям, вышедшим из семьи, и купит себе большую. Мне кажется, что у нас будут строить то, на что есть спрос и на что есть деньги. Никакими запретами эту тенденцию отменить нельзя, сказала Светлана Разворотнева. Ранее в России предложили перестать строить микроквартиры. К этому призвал член российской гильдии риэлторов Константин Барсуков. По мнению специалиста, действующие нормы, согласно которым минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 квадратных метров, а двухкомнатных 44 квадратных метров не обеспечивает достаточных условий для комфортного проживания. Поэтому минимальная площадь недвижимости должна быть еще больше. Я как-то слушала эксперта, кстати, по строительству, и вот он комментировал вот эти вот застройки многочисленные с этими маленькими квартирами, которые строятся на крайних городах больших Москвы, Санкт-Петербурга, и, говорит, есть очень большой недостаток от этих застроек. Да, люди покупают, потому что это доступно, но это, как сказать, создается некое гетто таких одиночек, и мало кто продолжает, как ты говоришь, дальше покупать квартиру побольше. То есть это провоцирование того, что ты живешь один в своей маленькой уютной квартирке, и это такие совсем неприятные райончики получаются. Не дали, как во вторник с Александрой в эфире, мы, по-моему, как раз-таки обсуждали ту историю, что люди зачастую готовы отказаться от жилья в новостройках на окраине, где нет ничего, и переехать куда-то, где, может быть, вторичный рынок, может быть, не очень хороший, но когда у тебя вокруг есть что-то, и квартиры там нормальных площадей, в конце концов. А я посмотрела, насколько маленькие студии предлагаются к продаже в той же самой, например, столице нашей Родины. И за какие деньги, когда, с какие деньги должны быть у молодого человека? Например, апартаменты студии 11,5 квадратных метров. Кошмар. 11,5 квадратных метров. Ребят, 5,800. Я смотрела такую квартиру. Это 3 на 4. Студия 10 метров квадратных. 5,800 — это что? Это 5 миллионов 800 тысяч рублей. А какой потолок? Там же можно двух уровней его сделать. Но не в этом случае. Апартаменты студии 10 квадратных метров. Первый этаж 6,190. Это что, это центр? Нет, это не центр. Нет, что-то. Это 5 минут ходьбы до метро Красно-Кресненская. Это Москва, да. То есть, как бы вот... И это ценник реальный. И таких вот 10-метровых очень много. Доступное жилье для молодых семей. 9-метровые апартаменты студия 9 метров. А первый этаж, причем, судя по виду, это что-то не очень хорошо выглядящее. 2,250 — это самая дешевая квартира, которую мне удалось найти. Но я нашла рекорд. Я нашла квартиру во Внуково площадью 7,6 квадратных метров. Ну, это даже для меня очень круто. И продается она, ребята, за 4,150,000 рублей. Это ходить умываться, не знаю, в Макдональдс куда-нибудь, да? Ну, то есть, это комната без санузла, правильно? Это комната с санузлом. Я тебе могу его показать. Вот он, смотри, какой красивый. Ну, такой, какой у меня был. Недавно, относительно недавно в соцсетях завирусился видеоролик, по-моему, снятый то ли в Китае, то ли в Японии. Они там любители таких маленьких комнатушек, когда там комната 2 на 3, и сколько всего там можно разместить. Но это как бы помещение серии, в котором ты лежишь. Но у них это популярно, потому что они приезжают, работают и ночуют в этих вот пеналах. Но они туда, по сути, приходят только спать. У них же популярны капсульные вот эти все размещения. Именно по этой же истории. И у нас говорят, что все московские вот эти вот пенальчики, они популярны только, вот их снимают в основном именно для этого, чтобы иметь квартиру, в которой спать. Если ты живешь, например, где-то во Владимире, а ездишь работать с понедельника по пятницу в Москву. В случае, например, с Японией, там как раз-таки вот история про молодежь. У них там своя какая-то культурная особенность. Там, видимо, дети выезжают от родителей в 10 лет примерно. Это шутка, конечно. Но, в общем, достаточно рано. И, понятное дело, что у них там ни карьеры, ни денег, еще ничего нет. И все, что они могут себе позволить. Вот такие вот комнатушечки 2 на 3, где ты можешь только поставить на колени себе какой-то стол. На нем у тебя компьютер с ноутбуком для работы. То есть это такой вариант перекантоваться какое-то время, пока ты не встал на ноги, не заработал денег и можешь позволить себе другое жить. Просто я смотрю на вот эту вот квартиру площади 7,6, и у меня ощущение, что она в плечах жмет. Это просто гроб просторнее кажется. Она очень маленькая, но при этом она очень интересно сконструирована. Она продается с полной отделкой. Ты заходишь, то есть у тебя вот этот санузел, в котором ты просто можешь стоять. И не шевелить руками особенно, да? Не дышать, не дышать. Либо сидеть, но заходить нужно спиной. И комната, которую полностью занимает кровать. Причем, судя по габаритам, полутораспальна. Ну, то есть там не приготовишь ничего? Нет, там есть кухня. Но, опять же, она столик на одного, на одного человека. Он меньше, чем столик в поезде, примерно в половину. И одна комфорочная плитка. Меня вообще всегда в квартирах, в студиях смущал, на самом деле, вот этот момент, когда у тебя, ты готовишь там же, где ты спишь. Нормально. Нет, нормально. Все нормально. Ты нормально готовишь там. Я жил в студиях. Главное, не мой его. Вот, да. То есть просто именно в запахах. То есть потом, как вообще во всем этом деле спать. Я помню свою квартиру называла «Кладовка с окном». Ну вот... Не, ну, кстати... Хорошо, хоть окно есть. Вот, к слову о дизайне, тут фантазия, чтобы была, и все будет хорошо. Может быть, очень красиво, уютно, и главное с головой подходить. И тесно. Да нормально, нормально. Тесно. Ничего. Все. Мне очень жалко, кстати, было ее продавать. Она была очень уютная. А ты не была в гостях. Могла использовать как кладовку. Колеса хранить зимние. Не, я, кстати, смотрела не только 17 метров, смотрела как-то квартиру 11 метров. Ну вот там, правда, заходишь и такая прям клаустрофобия тебя за холкует. Ну это же все это бывшие общаги у нас в Мурманске. Да, да, да. У нас их три. На Подгорной, на Беринга, по-моему. На Кнеповича, насколько я понимаю. Вот это вот моя, да, на Кнеповича была 21 как раз. Грустненько. А еще грустненько, что в Минфине подтвердили окончание льготной ипотеки под 8%. Закончится она у нас в июле. Об этом известии сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. Заместитель министра подчеркнул, что свои цели программа уже выполнила. Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в 2020 году на фоне пандемии, чтобы поддержать застройщиков. В дальнейшем ее несколько раз продлевали с изменением условий. В настоящее время ее можно оформить под 8%, а начиналось, если я не ошибаюсь, с 6%. По ней установлено ограничение на размер займа, однако льготу разрешается сочетать с рыночным кредитом и, соответственно, взять оставшуюся часть под более высокий процент. Программа будет действовать, сейчас мы это точно уже знаем, до 1 июля 2024 года. Да, и поэтому у риэлторов начался лютый синокос, потому что очень многие, у кого остались хоть какие-то средства, понимают, что деньги тают, а ипотека — это самые легкие и быстрые деньги. И народ, да, рванул вкладываться в жилье по хоть какой-то льготной истории, потому что понимает, что дальше будет ужесточаться история ипотек, и таких вариантов уже не будет. И надо понимать, что, ну, объективно, да, осталось меньше, чем полтора месяца, и надо понимать, какая нагрузка лежит на банке. Вот, поэтому вот сегодня или никогда это называется. Ну, там же не только банки, еще и оценщики, там вот эти вот все сопутствующие, тебе надо документы положить. Так риэлторы-то заработают, а вот банкам страдать. Короче, будут очень маленькие и очень дорогие квартиры. Возможно. Тем более, учитывая, что у нас, по-моему, сейчас вот следующий этап вот этой семейной ипотеки, там, по-моему, 12% ставка. И там еще по количеству детей что-то планируется. По количеству детей, то есть, да, ну, понятно, что условия будут... По возрасту ограничения, самое главное. ...будут ухудшаться, и уже процент не такой комфортный, поэтому, да, будет сейчас интересно понаблюдать. Поспешайте! Все в банках. Так, и сразу можно вообще спрогнозировать, если сейчас вдруг резко будет такой прям взрывной рост, например, да, покупательской активности. Если на квартиры подскочить. В последующем, да, то есть сейчас все возьмут в последующем, из-за того, что опять будет какое-то раздувание мыльного пузыря, цены еще скакнут у нас. Слушайте, ну, цены скакнут, но я не думаю, что сильно, потому что я вот тут не была в Петербурге несколько месяцев. И сейчас, когда приехала и ехала из аэропорта, я так изумилась темпом строительства, я так изумилась, как застраивается по бокам шоссе, которое по пути из аэропорта. Там дома уже к полку поступают. Жить-то у шоссе, конечно. На аэродром, да, но то, как это строится, скорость и объемы, они прям повергают в шок провинциалов, это точно. Мне вот интересно, это застройка на перспективу или там уже тоже все вот выкупленные? А можно на сайте посмотреть, но я думаю, что да, потому что, например, кварталы типа Пулковские высоты, малоэтажная застройка, туда не доберешься без машины и маршрутка туда в ближайшее время ходить не будет. А спасибо господину Беглову, маршруток в Петербурге вообще нет теперь. А, да? Да. Да, только автобусы, кстати, и трамвайны. Поэтому нет, поэтому вот эти все районы, они для людей с машинами, ну или для людей, у которых есть деньги, только чтобы сейчас взять вот это. Слушайте, а помните, кстати, у нас Михаил Павлов как-то был в гостях, он рассказал, что у нас очень, ну, строительство индивидуального жилья подкачало. И ШЭС, безусловно, да, но это в контакте, слушай, грех не строится, там же хорошо. Да, да, да. Вот, значит, решают этот вопрос с жильем, как вам построить много и дешево, а могли бы, вот, например, заняться возрождением умирающих деревень и отдавать дома нуждающимся. В многих регионах России жители массово покидают деревни, бросая свои дома. Такие умирающие населенные пункты нужно стараться возродить, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. В беседе с 360.ru он призвал национализировать покинутые дома в деревнях Урала, Сибири и Дальнего Востока, а затем сдавать их в аренду нуждающимся россиянам. Колунов призвал разработать механизмы, при которых руководство регионов будет связываться с владельцем покинутых домов. Если владельцы не выразят претензии на это имущество, то, собственно, региональные власти смогут его национализировать, восстановить и сдавать в аренду. А может и вовсе давать нуждающимся право проживания в домах на условиях ухода за участком и строением, а также своевременной оплатой жилищно-коммунальных услуг, считает депутат. По мнению Колунова, это позволит сделать деревни, из которых массово уезжают люди, ухоженными, а также привлечь туда ресурсы для создания соответствующей инфраструктуры. Такое ощущение, как будто господин Колунов был в командировке, приехал в какую-то деревню и увидел заброшенный дом. Всегда такое, скажи, ощущение, что они как будто вот где-то что-то посетили, и их потом посетила гениальная музыка. Нет, я считаю, что неплохая новость, но только вот же круто, но зачем? То есть мы что, туризм развиваем или для чего вот это вот всё? Нет, дело даже не, во-первых, вот же круто, но зачем, а во-вторых, я просто прикидываю деньги всегда. У меня есть дом в деревне, в который мы каждое лето ездим и проводим там львиную долю лета и как бы вкладываемся в него. И в этой деревне есть несколько улиц, которые вымирают, потому что люди потянулись в города. У нас идёт процесс урбанизации достаточно большим темпом и достаточно давно. Он идёт, сто лет уже идёт. И я просто знаю, сколько стоит восстановить дом, который простоял хоть несколько, хотя бы четыре зимы. Он простоял без хозяина, без отопления, без ничего. Его нужно перебирать, перестраивать, переделывать, ремонтировать или сносить. И это такие огромные деньги, где у господина Колунова деньги на восстановление деревень. Он же не говорит, что он будет... В условиях, в которых сейчас живёт наша страна. Он же призывает людей возвращаться в деревню и самим восстанавливать. Ну просто ради чего? Нет, национализировать, восстановить и отдавать. А, то есть он готов за это заплатить. А самое смешное... А самое смешное... Отдавать предлагается нуждающимся. Ну, во-первых, в деревне надо чем-то заниматься. Если нуждающийся человек, он, очевидно, нуждающийся по какой-то причине. Там у него плохо сработает, да, и ещё какие-то у него есть проблемы. Соответственно, человек должен, ну, живя в деревне, где-то работать, чем-то заниматься. Либо, если он, например, работает в городе, там, да, или в каком-то райцентре, туда нужно как-то добираться. То есть это там тоже машина, да, то есть телетранспорт. То есть каких же это тогда такие у нас нуждающихся, которых вы поселите в деревне, которую вы восстановите из-за государственной, наверное, счёты? Вряд ли там ГЧП будет, да, я думаю. Да, плюс, опять же, вымершая деревня. Вот опять же... Она почему вымерла? Да, ну нет, ладно, почему оттуда все уехали? Просто я видела, наблюдала в Вологде, опять же, вымершие деревни полностью, в Вологодске. Там нет ничего. Ничего. Даже магазина. Да. Я видела деревню, где жил один-единственный человек, он жил, он поддерживал очень красивый деревянный храм. И как только с ним что-то случится, то есть там вообще всё. То есть мы восстанавливаем деревню, ну, хотя бы домов 10 для нуждающихся. Мы открываем там магазин, каким образом мы устраиваем автолавку. Шут с ним, с клубом, но магазин там должен быть. Плюс, если это достаточно удалённо, там должен быть ФАП или амбулатория. Хотя бы что-то. Где вот эти вот идеалистические вещи и, главное, где сейчас в стране, которая живёт в режиме СВО, в режиме вложения огромных денег в социальную сферу, да, которая тянет теперь всё это, где взять деньги на восстановление умирающих деревень, чтобы потом поселить туда нуждающихся? Запятая господин Голунов. Это прям обращение. Знак вопроса. Да-да-да. Была лошадиная история, ферма, да, как бы совсем. Стояли огромные коровники-телятники. Был этот, как это называется, элеватор для переброски зерна и всего прочего. Была птицеферма. То есть эта деревня была, Белорама, Лесопилка жила. Сейчас из всего мной перечислено, там нет ничего. Вот, и то есть, и то есть, простите, пожалуйста, и то есть сегодня у нас, ну, современная деревня, это либо дачная история, уже ты немалоимущий, да, то есть ты ненуждающийся, либо это история, когда ты живёшь за городом и ездишь своим ходом в город работать. Более того, сейчас деревенские жители покупают яйцо и молоко в магазине в этой же деревне. Я когда увидела, что в магазин в деревенске стали завозить яйца и молоко, вот для меня это был шок. Я поняла, что, ну, всё, это больше не деревня. А вы все посмотрели на меня? Нет, я за туризм. Мне очень нравятся истории, когда люди возвращаются и делают, ну, берут какую-то фишку своей деревни, ну, там, я не знаю, гончарная, какое-то, да, там вот это вот рукоделие. Экскурсия по закрывшимся местам. Коневодство, которое ты упомянула, и делают из этого туристический бренд. Чё плохого? Ну, классно. А если ничего не осталось? А ты знаешь, какой объём средств, чтобы вложить вот в то, что было? А, так вот есть люди, понимаешь, в русских селениях, которым не только Москва нужна, которые возвращаются к своим истокам и делают что-то во благо своей любимой деревни. Это очень редкое, но мне кажется, красиво. Что? Всё прекрасно. Всё, я не успела. Давайте. Ты всё успела. А главное. Ты как раз успела до рекламы на Большом Радио. Грустим по умирающим российским деревням и не грусти... Господи, каким трагичным голосом ты это сейчас сказал. И не грустим о самокатах. В Петербурге изъяли 5,5 тысяч электросамокатов за нарушение правил парковки. Полиция Северной столицы провела масштабный трёхдневный рейд по проверке соблюдения законодательства в сфере использования средств индивидуальной мобильности. Силами полиции всех районов Петербурга и Северского района Ленинградской области, как ближайшего к городу, были проверены места парковки кикшеринговых компаний. Оказалось, что более 5,5 тысяч электросамокатов припаркованы с нарушениями. Все они были изъяты. Как сообщили в ГУМ ВДРФ по Санкт-Петербургу, изъятые транспортные средства помещены на склад временного хранения и будут изучены экспертами на предмет их технического состояния и безопасности использования. И правильно. Да, вообще это парковкой сложно назвать. Ну, то есть вот эти самокаты раскиданные, где кончился заряд, там и бросил. Ну, а, кстати, особенно с утра на это обращаешь внимание. Я мечтаю, чтобы такой рейд проводили периодически у нас в Мурманске, потому что порой я не понимаю иногда вообще, что у человека в голове, когда он так решает поставить самокат. Ну да, то есть проспекты, и вот он посередине. Просто посередине татуара. Я так вижу. Мне здесь очень хорошо, я поставил и пошел дальше. А свалка у нас около сквера, около памятника жертвам интервенции. Да, которую мы наблюдаем. Или когда-то было просто с утра, они были навалены кучей. Да, с горочкой. Да, ну и про самокаты, когда мы говорим, мы каждый раз вспоминаем историю о безопасности их использования для пешеходов. И новость сегодняшнего дня, самокатчик проломил петербурженки череп, врезавшись в нее, и теперь возбуждено уголовное дело. Живая, все нормально. 33 года, ну как живая, но перелом свода черепа. Приятного мало. Да, молодой человек сбил девушку на тротуаре возле дома на московском шоссе. Неизвестный сбил, уехал, девушка обратилась к врачу, диагностировали перелом свода и основание черепа, то есть двойной перелом. Состояние пострадавшей оценили как тяжелое, сейчас она в больнице, возбуждено уголовное дело, товарища на самокате ищут. Я надеюсь, что найдут. Я прислала вам фотографию сегодня в наш рабочий чат, наблюдала картину, как 10-15 подростков, просто вот их большая компания, и они вот стоят, ждут зеленого сигнала светофора, свет загорелся, и они помчались нормально. А что они должны приделать? Ну, вообще-то нельзя так переходить дорогу. По правилам, и разумеется. Ты вот на велосипеде ездишь, я знаю, ты же тоже должен на светофорчике съездить. Естественно, конечно же, я соблюдаю правила дорожного движения на все 146%. Проверю. Ну, просто конкретно в том случае, там вот ты скидал фотографию, это перекресток Ленина и Егорова, если я не ошибаюсь, и, насколько я помню, там фаза для пешеходов отдельная. Ну, а какая разница? Нет, ну просто, например, когда там у тебя есть пересекающиеся потоки с автомобилями. И вопрос еще, сколько там... Нет, нет, там без автомобилей все было, но по правилам не должны были они так пересекать проезжую часть. И вопрос еще к возрасту, сколько ребятам лет было. Ну, мне показалось, что там меньше 14. Нет? Я трудняюсь, я не умею определять возраст детей на расстоянии 200 метров от экрана телефона, поэтому... Ну, в общем... Ну, в общем, самокаты — это извечная сезонная боль, которой раньше в Мурманске не было, а теперь она есть еще и у нас. И сколько ни говорим, уже второй год, и все равно это никак не меняется, не регулируется. Большой привет. Кому? Самокатчикам? Ну, и самокатчикам. ГИБДД? Да. Или кикшерингом компаниям? Всем и сразу. И родителям подростков. И родителям подростков. Заодно. Возможно, у родителей просто нет времени общаться с подростками, потому что они бесконечно работают. И вот, как выяснилось, работникам в России в полтора раза чаще стали предлагать работать сверхурочно. В России увеличилось число вакансий, в которых упоминается возможность переработки. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на данные хх.ру. Число таких вакансий в первом квартале 2024 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 44 тысяч предложений. А по сравнению с 2022 годом рост составил 47%. Эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина рассказала, что чаще всего работа сверх нормы присутствует в предложениях для производственных специальностей. Например, для инженеров-конструкторов и проектировщиков, технологов, операторов производственной линии, упаковщиков и комплектовщиков. Также переработки характерны для профессий с изначально ненормированным графиком работы. Это водители, разнорабочие и грузчики. Основной причиной роста популярности переработок стал дефицит сотрудников. Нехватка наблюдается практически на всех уровнях от линейного персонала до руководящих позиций. По словам руководителя направления сопровождения Николая Переславского, в первые 3-6 месяцев работник может справляться с дополнительной нагрузкой, но затем, возможно, выгорание. По итогу ситуацию не исправит даже денежные мотивации. В связи с этим в организациях возникает текучка кадров. Да и не только выгорание для здоровья. Плоховато это переработки без остановки. А я считаю, что если все по любви, а не насильственно, если человек имеет возможность взять сверхурочную работу, а работодатель его достаточно хорошо финансово замотивировать, то почему бы и нет? Сколько если. Это вообще оптимальная схема, когда тебе твой работодатель дает возможность заработать еще. И это хорошо, если тебе он еще за это и платит, за переработки. Обычно это, знаешь, вот так, а давай мы сделаем. Ну да, давай еще чуть-чуть. За идею, за идею. А это выстраивание личных границ. Тут все-таки, наверное, какой-то должен быть баланс. То есть если ты бесконечно изо дня в день перерабатываешь, ну у тебя есть просто физический ресурс для начала. То есть когда переработка это какая-то ситуативная история, да, ну то есть произошло что-то. Сдаем проект. Да, то есть когда тебе нужно собраться и сделать за короткое время много работы, да, окей. Но такие премии просто должны быть. Да, но если ты живешь в таком режиме, то я вполне себе могу понять, что за полгода человек просто сгорает и говорит, я пойду работать, не знаю, за три копейки, да, но чтобы я в пять часов был дома. Ну, кстати, да, часто можно слышать, а давай, ну, поддержи, помоги, где-то там в каком-то проекте поучаствуй, и это все входит в какую-то систему, и люди даже не хотят и доплачивать порой за это все. То есть это как, знаешь, ну то есть то, что переработал, это… Само собой разумеющееся. Да, 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 спасибо. Ты же не можешь иначе, ну ты же нас не бросишь. Мы же команда. Мы же команда. В общем, убедитесь на все это, угрожайте трудовой инспекции, и все у вас будет хорошо. Да, и уважайте своих сотрудников. К вопросу о команде, тут стало известно, как работодатели относятся к дружбе между сотрудниками, и почти 46% работодателей проводят специальные мероприятия для укрепления дружеских отношений в коллективах. Об этом свидетельствуют данные исследования работы РУ, с которыми ознакомилась газета РУ. Смешно получилось. Да. Это помогает формировать кооперативную культуру и повышать вовлеченность персонала, считают респонденты. В опросе участвовало более 400 представителей компаний из всех регионов России. И, как выяснилось, 75% работодателей поддерживают теплую атмосферу, делают это для развития корпоративной культуры. 49% уверены, что близкие рабочие связи положительно влияют на удовлетворенность сотрудников. Кроме того, 28% респондентов отметили, что у людей с друзьями на работе высшая вовлеченность. Это вот про... Это про команду. Повышение эффективности персонала. 11% работодателей таким способом борются с текучкой кадров, объясняя, что друзья реже увольняются. Еще 9% знакомят коллег друг с другом из-за распространения удаленки. В то же время 51% компаний предпочитает не вмешиваться и позволяет сотрудникам самим выбирать заводить приятельские отношения или держать дистанцию. Только 3% полагают, что лучше не допускать сближения коллег, поскольку дружба может негативно сказываться на концентрации в работе. При этом 37% руководителей поддерживают приятельские отношения как с подчиненными, так и с коллективом. Столько же респондентов отметили, что в коллективах у них есть приятели. 11% сообщили, что их есть близкие друзья среди сотрудников, но 13% предпочитают сохранять дистанцию со всеми в офисе. Ну правильно, разделять. Что с друзьями? Нет, на самом деле я ненавижу тимбилдинг, во-первых, потому что очень сложно сложить в коллективе пазл из людей и притереть их друг к другу. Все разные. Все разные, но безусловно лучше друзья, чем какой-то серпентарий, гадалки не ходи. Проблема в том, что есть нюанс, есть нюанс человеческих отношений. Люди могут в какой-то момент перестать дружить, и это станет таким... И это тоже будет сказываться на работе. Это будет сказываться безусловно, причем более того, это расколет коллектив. Одни будут поддерживать одного, другие будут поддерживать друг друга. Ты с кем дружишь? Да, против кого дружим девочки, вот это вот все. И это может просто под откос пустить всю продуктивную работу и запороть любые поставленные задачи. Я пытаюсь понять, ты к какому числу руководителей относишься, который предоставляет коллективу самоорганизовываться, или ходишь и разнимаешь, как в Гарри Поттере, там директриса была, рассаживала девочек и мальчиков? Время не приходится. Что именно? Рассаживать? Приходится рассаживать, да. И это, к сожалению... Не дружите. Это, к сожалению, вот эта вот пересадка сотрудников, это действительно очень напряжная вещь, потому что хочется иметь хороший микроклимат. Как в школе, Саша. Как в школе. Да, это ужасно. Приходится это делать, потому что ты понимаешь, что если ты этого не сделаешь, ты сотрудника потеряешь. Если ты хочешь его сохранить, то тебе приходится как-то изворачиваться. Но при этом я бы вообще хотела, идеальная история, в которой коллектив приятельствует, но не дружит. То есть это люди, которые могут сходить вместе на корпоратив, я не знаю, там, поиграть в боулинг, дружно выползти там на природу, но при этом у них нет тесных дружеских связей. А как ты можешь это контролировать? Никак. Поэтому я говорю, что это идеальная модель, в которой как бы вот такое существует. Потому что иначе, если в коллективе есть дружеские формирования, любой работодатель сталкивается с тем, что в какой-то момент ему приходится решать проблемы, когда сотрудники начинают из-за вот этой повышенной коммуникации. Либо поругались, либо начинается потом там какое-то совместное планирование отпусков начинается. О, это вообще испытание для дружбы. Когда у тебя просто половина коллектива вместе едет в отпуск. Гудбай, поехали. Вот, поэтому вот я как бы вот, ну как бы вам в моей голове идеальная модель, это когда у коллег ровные приятельские отношения, но нет дружбы и каких-то тесных межличностных связей. У меня 80% друзья — это либо бывшие коллеги, либо нынешние. Да. Действительно, да, где людям заводить друзей? Так, служебные романы, опять же, из этой истории. Не, ну, не знаю. Какой-то стерильный мир представляет себе, Саша. Да, не было каких-то конфликтов. Но, понимаешь, этот стерильный мир существует только в моей голове. По факту мне приходится постоянно заниматься шахматами. Слушайте, а это же еще сложно и новому сотруднику. Он приходит на работу, а там уже такая банда уже сложившаяся. И к нему, значит, подходят два лидера банды, и такой ты, значит, с чьими будешь, да? Да, да, да. Ужас. Ну, мне кажется, что это сложно для нового сотрудника втереться, пока ты должен всем понравиться. Сложно это все для руководителя. Сегодня стоял, значит, получал посылочку в пункте выдачи. Так. Вот, и прочитал новость. Там россияне рассказали, в каких случаях они оставляют отзывы о товарах. И, собственно, более трети, а именно 3,6% опрошенных россиян признали, что часто забывают оставить отзыв об указанной услуге или покупке. А ты, кстати, оставляешь отзывы? Никогда. Вот зря. Я раньше тоже не оставляла, а потом, когда я поняла... Нет, но если какой-то швах и кошмар, плохие отзывы я оставляю стабильно. Вот почему? Это, кстати, действительно проблема, потому что я раньше тоже только в кризисных ситуациях оставляла отзывы, а потом, когда я сама начала сравнивать, особенно это сказалось в пандемийный период, когда ты пощупать не можешь, когда у тебя доставка бесконтактная, и ты погружаешься в отзывы и смотришь, как там чего, а из какого материала... А там 50 Максимов уже отписались, да? А там, ладно, хорошо, если 50 Максимов, там просто, знаешь, есть люди, которые тоже там поставили 3 звезды и не написали за что. Ну да, ну это не отзыв, это оценка. Или тебе как бы что? А когда люди пишут там, а мне большим мерят, и когда ты понимаешь, что там 10 людям большим мерят, ты понимаешь, наверное, большим мерят. Знаешь еще какая есть проблема? Отзывы за баллы. То есть человек специально пишет хороший отзыв, чтобы получить какие-то... А он не предусматривает. Что? Ну то есть отзыв за баллы, он предусматривает сам факт написания отзыва, а не отзывы. Ну это же наша натура, да. Если тебе что-то дают, ты должен похвалить в ответ. Ну, мне кажется, мало кто пишет негативные отзывы, когда тебе предлагают какую-то скидку там или бонус. Я отзывы пишу, но иногда у меня, знаете, такая мысль где-то на подкорке мелькает, я ее гоню от себя, не хочу быть таким человеком. Я думаю, блин, такая крутая вещь, сейчас я напишу хороший отзыв, ее все напокупали. Ах ты лиса! И потом будут все ходить в одинаково. И кто из нас хуже, Саша? Я, который пишет только негативные? Я держу себя и пишу правду. Нет, я на самом деле, когда заказываю что-то и получаю товар, я стараюсь написать отзыв. И правда, если есть какая-то проблема или какой-то нюанс у товара, то я считаю, что это обязательно нужно указать, потому что это поможет другим людям быстрее и проще сделать выбор. И чем надо таких больше, тем проще становится покупать на маркетплейсах. Собственно, вот примерно половина опрошенных, они вообще отмечают высокое качество товаров или услуг как основную причину для того, чтобы оставить положительный отзыв. И для 35% участников ключевым мотиватором становится хорошее обслуживание. Кроме того, оказалось, что стоимость товара также имеет значение при решении поделиться своим опытом или не поделиться им. 26% респондентов заявили, что вероятность оставить положительный отзыв возрастает с увеличением стоимости товара, если покупка оправдает ожидания. Я отзывы друзьям отдаю, если что-то хорошее прикупила, чем-то воспользовалась. А остальные 100 тысяч человек, которые на маркетплейсе смотрят в данный момент на этот же товар? Ну и ладно. Нет, это неправильно, правда, потому что особенно когда ты покупаешь еще, не дай бог, что-то съедобное. То есть это же вообще история, в которой обязательно нужно смотреть отзывы, обязательно нужно смотреть, как там люди отреагировали на этот товар, на эту покупку. Ты понимаешь, тут из серии, тут тоже в этом опросе сказано, что 37% считают вообще сам этот процесс вставления отзыва слишком сложным, ну сложным не технически, я думаю, а скорее сформулировать там, что тебе понравилось или что тебе не понравилось. Ну типа вот это те люди, которые поставили 5 звезд. Ну как бы товар, ну типа норм и норм, да, то есть ну вот, что бы у него сказать, хорошие там, ну вот тапки, ну тапки как тапки, по размеру подошли, все. Да, да, то есть ты не будешь там подробно свои ощущения. Купил шоколад, ну шоколад как шоколад, ну я его купил, потому что я хотел купить этот шоколад, он вкусный. Опять же Максу понравился шоколад, а ты скажешь, фу, какая гадость. Так это же хорошо. Особенно ты с кулинарными обостренными рецепторами. Я хочу зайти и посмотреть, потому что, например, я последняя съедобная, я купила на маркетплейсе, не поверите, кимчи. Причем я искала пасту, а купила капусту. Я нашла готовую капусту кимчи на маркетплейсе, которой в Мурманске, кстати, нет, и не купить ее нигде. Я ее купила, она ко мне пришла, я ее попробовала, но я, когда ее покупала, я ориентировалась на отзывы. И я видела очень много отзывов людей, которые писали, ой, ну это очень остро. И ты понимаешь, что это люди, которые, видно, читали про кимчи, но никогда ее не пробовали, потому что кимчи должна быть очень острой. В их сознании кимчи выглядит именно так В общем, когда я ее получила и попробовала Я в своем отзыве обязательно указала, что я до этого ела настоящую кимчи И это вот на нее очень сильно похоже И я считаю, что такие отзывы, они помогают людям Сориентироваться Сориентироваться, что это на него похоже А я как-то заказала манго, а мне пришли пластинки засахаренных цукатов Каких-то непонятно, ну просто сахар кусками Но манго-то сушеный имеешь Ну да, вот это сушеный А на картинке было все, как я хотела Один маленький анонс на понедельник неожиданно И погода на предстоящие выходные В российских школах и лагерях 20 мая пройдут антитеррористические учения Они назначены на 10 утра и проводятся для того, чтобы закрепить умения и навыки По выполнению разработанных алгоритмов действий И поддерживать психологическую к ним готовность По-моему, такое уже у нас проходило не так давно На фоне всех событий Что там будет, мы не знаем, но готовьтесь Ну готовьтесь, да, там скорее всего будет какая-то отработка системы оповещения Как куда бежать, да, что делать, как прятаться А будет холодно, поэтому не забудьте одеть степи теплее А вот 18 мая, например, наш регион будет находиться под влиянием южной части циклона Которая смещается с севера Норвежского моря в Баренцевом море В очень теплую воздушную мать Нам ждет весна на один день Поэтому, да, по области, конечно, могут пройти И мы будем не на работе По области могут пройти кратковременные дожди Ночью до плюс 6 градусов, днем до плюс 21 градуса Но 19 мая к нам снова придет циклон и похолодает до плюс 9 градусов Наша программа подошла к концу Это были три в квадрате Для вас сегодня работа Александра Козлова Всем хороших новостей Татьяна Юлусова И хороших выходных Алексей Марин был за режиссерским пультом За ним она останется Меня зовут Максим Жаравин Желаю вам прекрасных выходных Берегите себя Всем пока